Возможно, добрый вечер, уважаемые коллеги! В Москве в 9 часов утра, и мы начинаем наш вебинар. Я надеюсь, меня видно и слышно. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас проблемы с изображением и звуком. Если все в порядке, напишите, что все хорошо. Спасибо. Итак, мы начинаем. Наша тема сегодня – подготовка учащихся государственной итоговой аттестации. В формате единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Существует, по крайней мере, три пути подготовки к экзамену. Во-первых, это тренировка формата, так называемое role teaching, то, что у нас в русском языке называется натаскивание на экзамен. Тренировка формата нужна, но это не единственный и не главный способ эффективной подготовки к экзамену. Другая форма – это ориентация на экзамен, когда мы обучаем различным форматам языкового экзамена, в том числе языкового тестирования, и формируем у учащихся тестовую сообразительность, смекалку умения принять решение на экзамене. В случае, если возникает какая-то неожиданная ситуация, неожиданно поставлен вопрос или неожиданно сформулировано задание. Кроме того, ориентация на экзамен означает, что мы готовим не только к единому государственному экзамену, но к языковым экзаменам в целом, в том числе и международно признаваемым. И третья форма подготовки к экзамену – это обучение языку в соответствии с нашим федеральным гособразовательным стандартом, когда мы формируем у учащихся соответствующие компетенции, коммуникативную компетенцию, конечно же универсальные учебные действия и личностную компетенцию. То есть коммуникативную компетенцию, учебную компетенцию и личностную компетенцию. Какой путь самый эффективный? Какой путь самый полезный? Какой путь самый востребованный? Здесь проще ответить на последний вопрос, потому что наши коллеги, как мне представляется, в основном ориентируются на то, чтобы подготовить учащихся к формату экзамена. Я и сам так делаю довольно часто, но международный опыт свидетельствует также о том, что полезными являются и другие способы подготовки к экзамену. Итак, какие компетенции нужны для успеха? Для успеха на экзамене требуется так называемая форматная компетенция, знание формата экзамена, что мы и делаем. Тестовая компетенция, владение форматами разных экзаменов, стратегическая компетенция, готовность реагировать на неожиданность. И на экзамене может и должна быть какая-то неожиданность, иначе мы не сможем отличить ученика, который способен ориентироваться в неожиданных ситуациях, и того, который может только пересказывать заученное или действовать в строго определенных выученных обстоятельствах. Такие учащиеся могут получить одинаковые баллы, но на самом деле между ними есть очень большая существенная разница. Коммуникативная компетенция нужна на экзамене в ее языковом, речевом, стратегическом или компенсаторном компоненте. И еще очень важная компетенция, которую мы забываем, этическая компетенция, усвоение правил честной игры на экзамене. Не пользоваться шпаргалками, не приносить с собой мобильный телефон, не списывать, не делать для экзамена, не прятать где-то в укромном месте заготовки ответа. Вот эта этическая компетенция тоже очень важный компонент. Во всем мире существует проблема так называемой тестовой хитрости. Есть научный термин в литературе. Это так называемая test-wiseness. Вы можете найти по любому поисковику соответствующую литературу по этой проблеме. Вот во всем мире тест-wiseness, тестовая хитрость или умение повысить результат тестирования путем вычисления правильного ответа считается отрицательным явлением. И с ним пытаются бороться. И составители, разработчики экзаменов, стараясь быть умнее учащихся и все-таки поставить задачу так, чтобы нельзя было рассчитать или угадать правильный ответ. Этим, конечно, занимаются и учителя, которые обычно не увлекаются тренировкой формата, а все-таки обучают языку. Ну и, конечно, соответствующие качества, соответствующие отношения, качество честности, принципиальности, соответствующие отношения к экзамену формируются и у учащихся. Итак, отношение к тестовой хитрости в европейских странах отрицательное. Почему это происходит? Происходит это потому, что тестовая хитрость – это попытка перехитрить разработчиков теста, это попытка получить на экзамене завышенный результат, который выше, чем та реальная коммуникативная компетенция ученика, повысить баллы вопреки недостаточным знаниям. Обычно учащимся, если брать, например, европейские страны, сообщают только формат заданий и официальные критерии оценки. И на занятиях предпочитают обучать языку в целом. Вот такая стратегия. А тренировку формата проводят иногда, время от времени, и кроме того, тренировка формата – это задача учащихся, их самостоятельной работы. Для этого существует много пособий. Во всяком случае, мы видим, что в мире есть разные стратегии подготовки к экзаменам. И тренировка формата, и подготовка к разным форматам экзамена, не только к одному. И целостное, комплексное формирование коммуникативной компетенции. На экзамене есть еще, то есть в языковом экзамене, в тестировании, есть еще одно интересное явление, которое называется «backwash effect» – эффект обратного влияния. Он состоит в том, что экзамен, содержание экзамена, начинает определять содержание и формы обучения. То есть не федеральный гособразовательный стандарт, а сам экзамен становится как бы стандартом обучения. С одной стороны, у этого явления есть свои «за», но есть и свои «против». «За» – экзамен стимулирует изучение иностранного языка, так или иначе. «Против» – ограничивает изучение иностранного языка для экзамена. «За» – формирует полезные, безусловно, коммуникативные тестовые умения. В нашем едином государственном экзамене есть немало полезных умений, которые пригодятся учащимся для того, чтобы сдавать и другие языковые экзамены. «Против» – ограничивает умения только для экзамена. «За» – безусловно, интенсифицирует работу на уроке, учащиеся начинают работать более напряженно, особенно по мере приближения экзамена. «За» – это «за», «против» – эти формы тренировки вытесняют из урока так называемый «неформат». Все то, что неформат экзамена, на уроке используется все меньше и меньше. Не могу не сказать еще об одном направлении, еще об одной проблеме, прежде чем перейти к анализу, собственно, подготовки к экзамену. Это аутентичность экзамена. Аутентичный экзамен – это ориентация на коммуникативную практику в мире английского языка и практику международно признаваемых экзаменов с учетом национальных педагогических традиций. У нас есть в России уже теперь, благодаря ЕГЭ, свои национальные традиции сдачи экзамена. Есть и свои национально-педагогические традиции, есть такие традиции в англоязычном мире, а Россия – это не англоязычный мир. Поэтому ориентироваться, конечно, нужно на международную практику с учетом своих собственных педагогических традиций. Вот не аутентичный экзамен – это ориентация на умения, которые полезны только для тестирования в конкретных условиях и далее бесполезны в других экзаменах и в коммуникации. Обязательный единый государственный экзамен, который предстоит всем нам, и обязательный основной государственный экзамен, имеют много «за». И есть условия, при которых они будут эффективными. «За» экзамены станут стимулом для овладения иностранным языком в период школьного образования в национальном масштабе. Это безусловно. Условия. Экзамен будет успешным, если это будет экзамен соответствующего уровня сложностей на основе реально достигаемых результатов различными категориями учащихся. Вот здесь мы очень надеемся на эффективную работу разработчиков как основного государственного экзамена, так и единого государственного экзамена. Что говорит закон об образовании в Российской Федерации? О государственной аттестации учащихся. Говорится, что государственные итоговые аттестации по образовательным программам среднего общего образования проводятся в форме единого государственного экзамена. А также, и вот здесь очень важно, в иных формах для детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования, которые будут адаптированы и которые уже адаптируются к реальным возможностям этих детей. Поэтому в едином государственном экзамене, в основном государственном экзамене, когда они будут обязательными, должны быть предусмотрены особые формы для детей с ограниченными возможностями здоровья в той или иной степени и в том или ином виде. Итак, для экзамена нам нужна коммуникативная компетенция, нам нужна тестовая компетенция и нам нужно соответствующее отношение к знаниям, учению и результатам экзамена. Как это делать? Да, я попутно отвечаю на вопрос, который увидел в чате и хочу также предложить всем писать свои вопросы во вкладке «Вопросы», для того, чтобы я смог на них ответить, чтобы они не потерялись в чате. В соответствии с законом об образовании, дети с ограниченными возможностями здоровья проходят соответствующую аттестацию в тех формах, которые подбираются для них. То есть по закону им положены особые формы аттестации. Какие у нас компоненты основного государственного экзамена? Вы их знаете, я напомню об этом только для того, чтобы создать общий контекст нашего дальнейшего обсуждения. Итак, это аудирование, чтение, грамматика, лексика, письмо и появилось говорение вот уже несколько лет. Компоненты единого государственного экзамена, они такие же. Аудирование, чтение, грамматика, лексика, письмо и появилось говорение. Из чего состоит аудирование? Жирным шрифтом выделено то, что относится к ЕГЭ, а обычным шрифтом то, что относится к основному государственному экзамену. Понимание основного содержания, понимание выборочной информации и далее. Полное понимание услышанного, идентификация деталей содержания. Это в основном в виде множественного выбора ответа. Хочу привести несколько примеров из учебника «Звездной английский», с которым я работаю. Здесь много заданий в формате единого государственного экзамена, которые направлены на формирование учащихся умения слушать. Они выдержаны в той форме заданий, которые предусмотрены на экзамене, но не только, поскольку мы стараемся формировать учащихся умение выполнять задания на слушании в целом, а не только так, как это положено на экзамене. Вот еще хочу напомнить коллегам, если у вас возникают вопросы или реплики, на которые вы хотите, чтобы я ответил, пишите их во вкладке «Вопросы», чтобы они не потерялись в общем чате. Но вы, конечно же, можете обмениваться своими мнениями, если хотите услышать мнение коллег, и в общем чате тоже. Вот, например, мы формируем у учащихся особые умения. Для этого существует рубрика «Study Skills». Как выполнить задание множественного выбора «Multiple Choice». Вот у нас дается такая рекомендация. «While doing the listening task, try not to be distracted if you hear words and phrases that appear in one of the options. Listen carefully and decide on the correct option». То есть очень важно критически подходить к тем формировкам, которые даются во множественном выборе. И вот чем выше трудность тестового задания, тем формулировки множественного выбора все больше и больше похожи одна на другую. И они все, на первый взгляд, правильные. Здесь требуется, конечно, очень важное для экзамена критическое мышление у учащихся. Для развития умений аудирования в звездном английском существует целое разнообразие, целая плеяда заданий. Причем, обратите внимание, все эти задания направлены на то, чтобы формировать у учащихся комплексные умения. «Listen and speak», «Listen and write», есть задания «Listen and read», есть задания, связанные с чтением и накоплением вокабуляра, потому что это характерно для коммуникативной компетенции. Мы ведь с вами не просто слушаем, мы слушаем и высказываемся, мы слушаем и отвечаем, слушаем и делаем вывод, мы читаем и говорим, мы читаем, а потом слушаем, ну и так далее. Здесь много всяких сочетаний и самое главное, что такого рода задания эффективно формируют у учащихся умение слушать. По чтению от учащихся требуется понимание основного содержания, это и на УГ, и на ЕГЭ, понимание выборочного содержания типа верно-неверно, далее понимание структурно-смысловых связей за счет заполнения пропусков в тексте частями предложения, это ЕГЭ, и полное детальное понимание текста, множественный выбор серии вопросов, это единый государственный экзамен. И, соответственно, в звездном английском для 10-11 класса приводится большое количество текстов, не просто для чтения, а которые даются в этом учебнике в формате единого государственного экзамена. Для умения читать существуют разные рекомендации и разные типы рекомендаций, потому что само умение читать и выполнение соответствующих заданий, измеряющих умение читать, предполагает формирование развития у школьников разных умений. Например, если это заполнение пропусков, текст комплейшн, то это одно умение или одна серия умений. Если это использование связующих элементов в тексте, то это другое умение, которое может быть полезно при написании эссе, поскольку там нужно пользоваться средствами логической связи, текст, линкерс или еще их называют коннекциевс. Или очень важно в умении предсказывать последующее сообщение, содержание последующей части текста, потому что все исследования в области чтения свидетельствуют о том, что человек всегда прогнозирует на ближайший участок текста то, что ему предстоит увидеть и прочитать, и понять. Так называемое predicting content, по-русски это называется, этот механизм называется опережающее прогнозирование, когда человек смотрит, зрительно читает, то движение его глаз все время забегает вперед и возвращается к точке чтения. Вперед и назад, вперед и назад. Это говорит как раз о том, что механизм опережающего прогнозирования действует. И мы такое умение в учебнике «Звездный английский» формируем. Очень большое внимание в учебнике «Звездный английский» уделяется лексике. Учителя начинают чувствовать лексическую наполненность учебника уже в основной школе. В особенности с 7-го, начиная с 7-го, 8-го, тем более в 9-м классе, далее в 10-м и 11-м. У нас есть целые разделы в учебнике «Чтение и лексика». Почему? Потому что немало бывает случаев, когда ученик не понимает текст для чтения, потому что он не понял или неправильно понял, неправильно догадался о значении какого-то слова. Нельзя знать все слова. Важно, конечно же, использовать компенсаторные стратегии, то есть догадываться о значении слова. Но чем выше у ученика запас слов, тем больше вероятность того, что он справится с заданием на чтение. Грамматика и лексика на основном государственном экзамене, на едином государственном экзамене тоже очень важный раздел. Мне нравится этот раздел нашего экзамена, он полезный, он в хорошей форме. Я бы очень хотел, чтобы он остался в этом формате. И дальше. Здесь есть грамматические навыки, когда нужно употребить слово в нужной грамматической словоформе, с использованием грамматических преобразований. Здесь есть словообразование, когда нужно использовать продуктивные модели образования слов с помощью суффиксов и префиксов. И здесь есть использование слов в связанном тексте с учетом контекста и с учетом аутентичных коллокаций или фразеологии. Мне особенно нравится вот это последнее задание в нашем основном и едином государственном экзамене, потому что в учебнике «Звездный английский» очень большое значение уделяется словосочетанием, коллокациям, фразеологизмом, аутентичным выражением и идиоматикой. Учебник насыщен современными лексическими средствами. Возможно, кому-то требования на экзамене к словообразованию покажутся завышенными, слишком сложными. Но у нас есть примерно основная образовательная программа. Вот что она говорит о словообразовании существительных. Вот эти суффиксы, которые сейчас перед вами, учащиеся, должны знать, это не весь список, это только часть преобразований существительных. А вот это суффиксы, это тоже не все, которые они должны знать при образовании прилагательных. А вот это суффиксы и префиксы, точнее, префиксы, приставки, которые они должны знать при словообразовании глагола. Конечно, эта программа так и называется, примерная основная образовательная программа. И в зависимости от того, какая у нас категория учащихся, а экзамен единый государственный должен быть на двух уровнях, базовом и профильном, уровень сложности, конечно, должен марьироваться. Я вам привожу пример вот этой примерной основной образовательной программы для того, чтобы вы почувствовали, какие, в общем-то, глобальные задачи стоят перед нами, учителями и преподавателями английского языка. В учебнике «Звездный английский» очень большое значение уделяется и грамматике, и лексике. Там есть, конечно же, грамматический материал в самих модулях, там есть полезное грамматическое приложение в конце учебника. И сейчас к учебнику «Звездный английский» 10-11 вышли еще сборники грамматических заданий современной грамматики, где практически вся грамматика английского языка повторяется, дополняется, расширяется и закрепляется. Любое явление английской грамматики вы найдете в этих книжках. В сборнике грамматических упражнений к «Звездному английскому» 10-11. Я об этих пособиях скажу в сегодняшнем вебинаре немножко позже. А вот еще грамматика и лексика для единого государственного экзамена. Вы здесь уже узнаете формат этого экзамена. А кроме того, даются познавательные тексты, которые просто расширят кругозор детей. Конечно же, нужно уметь выполнять тестовые задания. На word formation, словообразование, text completion, если нужно заполнить пропуски в тексте пропущенными словами. Дело в том, что заполнения пропусков в тексте в формате ЕГЭ сегодня нет. Но мы не знаем, что будет дальше. А вот заполнение пропусков в тексте именно с лексической сложностью – это формат, который существует в других международных экзаменах по английскому языку. И он, конечно, может быть полезен. Мы пытаемся развивать у учащихся системные и последовательно лексические умения. Вот это одно из упражнений, которые мы даем школьникам. Нужно вставить слово из предложенного списка. My mom has a lot of jewelry. А вот какое слово мы сюда ставим? Priceless, worthy, worthless, valuable. Может быть, valuable. Может быть, worthless. Может быть, worthy. А может быть, priceless. И чем вообще отличается priceless от worthless? То есть для того, чтобы выполнить это задание, можно предложить учащимся, если группа достаточно продвинутая, а учебник звездный английский – это для углубленного изучения английского языка, можно предложить учащимся в интернете найти соответствующее значение слов. Я, кстати, работаю с учащимися, очень люблю, когда они пользуются прямо на занятии, мобильными устройствами и выходят в интернет, пользуются интернет-словарями. Мы тут же обсуждаем все эти проблемы. Большое значение у нас уделяется фразовым глаголам, которые не только даются в виде списка в конце в приложении, но они так или иначе включены в тексты учебника. Кто-то из учителей во время одной встреч говорил мне, что не все фразовые глаголы из приложений в конце включены в тексты, но это и невозможно, иначе у нас в текстах будут одни фразовые глаголы. Я поступаю следующим образом. Я беру последовательно по несколько фразовых глаголов, примерно в среднем по 7 фразовых глаголов, и в виде начала занятия повторяю эти фразовые глаголы с учащимися, для того, чтобы они системно повторялись, освежались в памяти и запоминались. Кстати, точно так же я поступаю и с грамматикой. В самом начале повторяю очень быстро в качестве примеров и собственных примеров учащихся и правил некоторые грамматические явления. Есть личное письмо в письменной части экзамена, есть письменные высказывания с элементами рассуждения, эссе на наших экзаменах. На основном государственном экзамене у нас личное письмо, а в едином государственном экзамене личное письмо с небольшим нюансом. Там требуется задать вопросы своему корреспонденту, а не только ответить на вопросы. И есть на ЕГЭ письменные высказывания с элементами рассуждения, так называемое эссе. Здесь требуется соблюдать нормы жанра, которые у нас заданы в экзамене. Здесь нужно выразить личное мнение, нужно аргументированно спориться с оппонентом, логически строить высказывания и, конечно же, структурировать текст по абзацам. Личное письмо у нас оформляется соответствующим образом. Вот здесь перед вами на слайде правил оформления письма. Я бы хотел обратить внимание на то, что выделил жирным шрифтом использование предзавершающей фразы, так называемой free closing. На мой взгляд, эта фраза, когда она всеми учащимися нашей большой страны повторяется, и все пишут одно и то же «Sorry, I'm in a hurry, my mom is calling me», это говорит лишь о том, что мы не смогли на уроке сформировать индивидуальное мнение, творчество, оригинальное смышление. Поэтому, конечно же, нужно стараться разнообразить, например, эту предзавершающую фразу и предложить самые разные варианты, чтобы учащиеся не только выучили несколько вариантов, которые принес учитель на урок, ну и придумали какие-то свои фразы, почему они должны сейчас закончить письмо, закончить общение, чем они будут заниматься дальше. В звездном английском мы даем достаточно много упражнений на письменную речь, в том числе и на личное письмо. Я вам привожу пример одного из таких заданий. Хочу обратить внимание на типичные ошибки. Может быть нарушено оформление письма, может быть в чем-то пропущены в какой-то части содержательные компоненты. Например, адрес отправителя может быть не там, не в той стороне, может дата не выделяться в отдельную строчку, может нарушаться вежливый стиль приветствия. Бывает, что нет ссылки на полученное письмо, нет выражения благодарности за то, что ему написали. Могут быть пропущены некоторые содержательные компоненты, например, пропущен ответ на какой-то вопрос. Могут отсутствовать вопросы, которые требуются задать, или заданы меньше вопросов, чем нужно. Пропущена предзавершающая фраза. Ученик может невежливо, грубо закончить письмо, формально. Может не написать, от кого это письмо. Ну и, конечно, могут быть допущены лексико-грамматические ошибки и функтуация. Я не буду сейчас анализировать частотность вот этих ошибок. Вы обо всем можете прочитать в профессионально сделанном отчете, методических рекомендациях членов Федеральной комиссии Единого государственного экзамена. Но выделил здесь, вот в этом слайде, основные ошибки, которые, кстати, повторяются из года в год. Вот еще пример работы над личным письмом. Но в данном случае мы в нашем учебнике даем электронную почту, e-mail, поскольку электронные сообщения сегодня посылают чаще и чаще. Конечно, неплохо бы и нам иметь в качестве контрольного тестового задания электронные сообщения. Хотя здесь, наверное, есть и технические проблемы в организации вот этой формы, этой части экзамена в электронную форму. Что говорит Федеральный гособразовательный стандарт об эссе? Учащимся необходимо умение писать тексты, демонстрирующие творческие способности. И задание на нашем Единого государственного экзамена – творческое высказывание с элементами рассуждения. Здесь требуется самостоятельность, творчество, личная позиция ученика, его мнение, аргументация, логика и организация. Наши эссе мнения, это пока наш формат, другого пока нет. И что будет в обязательном Едином государственном экзамене, мы подождем и все вместе узнаем. Эссе мнения пишется в объеме в среднем 250 слов. На самом деле не менее 180 и не более 275. Рекомендуется 5 абзацев, это классическое эссе, которое принято во всем мире. Требуется сравнение двух позиций. Выдерживается смысловая целостность внутри абзаца и во всем тексте. То есть внутри абзаца развивается только один тезис. С помощью двух-трех аргументов. Соблюдается лексико-грамматическая связанность. Нужна доказательность взглядов. И вот главное для эссе мнения ожидается четкость личной позиции. Эссе мнение отличается от эссе за и против тем, что в эссе мнении четкая личная позиция. А в эссе за и против непредвзято оценивается положительная и отрицательная сторона как одной позиции, так и другой. В Звездном английском очень много материала, посвященного написанию эссе. И тренируется это умение, начиная с конца основной школы. То есть с девятого класса. Уже там есть основы, которые нужны будут для того, чтобы успешно написать эссе в форме письменного рассуждения. Приводится классификация эссе. Мы даем три типа. Первое это foreign against, за и против. Это тип, который существует во всем мире, это тоже классический тип. И возможно он будет у нас в России, не знаю, возможно. Это эссе мнение opinion. Есть еще один тип эссе, который мы даем нашим учащимся, имея в виду направленность на другие форматы экзамена. Solutions to problems. Solutions to problems. Дается проблема, и нужно предложить какое-то решение этой проблемной ситуации. Мы показываем, как можно работать над идеей в эссе, как развивать ее, как можно использовать, например, полезные высказывания, мудрые мысли, может быть, пословицы. Мы показываем механику эссе, связанность текста, как можно связывать различные предложения, для того, чтобы уловить логическую канву рассуждения. Мы разработали задание для того, чтобы научить детей писать введение и заключение, видеть проблему, видеть две стороны проблемы, два противоречия в этой проблеме, а в конце утверждать свое мнение, свою позицию. Мы предлагаем технологию обучения эссе по принципу argument justification. Мы учим детей аргументировать и далее усиливать эту аргументацию. Я в своей работе использую такую технологию, которую я называю аргумент плюс ключевое слово. Учащиеся думают о том, какой аргумент использовать, и кратко этот аргумент формулируют, а кроме того, предлагают к этому аргументу ключевое слово или фразу, которое делает этот аргумент более конкретным, более понятным, более ясным, более предметным. Например, если мы говорим, какое время года лучше, или что многие любят зиму, или некоторые не любят зиму, то вот в защиту зимы можно говорить, например, о зимних видах спорта, а уже это будет аргумент зимии в виде спорта, а ключевыми словами или фразами будут слова, связанные с видами спорта. Скин, скейтинг, кросс-кантрискинг и так далее. Это будут ключевые слова. Итак, технология написания абзаца. Это для меня, я сейчас расскажу о своем опыте, это для меня главный прием, с помощью которого можно научить эссе. Я люблю работать над абзацем. Мы пишем вводный тезис абзаца, так называемый topical sentence, о чем будет этот абзац, я за или я против, или что я хочу в этом абзаце сказать. Дальше я даю аргументы к этому тезису, например, два-три аргумента. Далее ключевые слова или фразы к каждому аргументу. Ключевые слова, фразы плюс аргумент развертываются в предложении. Из аргумента и ключевого слова очень легко сделать предложение. Далее средство логического перехода, связываем несколько предложений внутри абзаца и затем переходим к следующему предложению, заканчиваем абзац и далее начинаем следующий абзац. Итак, вводный тезис, аргумент к вводному тезису, ключевые слова и фразы, развертывание предложения аргументу, ключевая фраза, ключевое слово, средство логического перехода, следующее предложение, аргумент, ключевое слово и фраза. Абзац готов. Переходим к следующему абзацу. Расскажу вам коротко о новом пособии «Английский язык. Единый государственный экзамен. Пишем эссе», которое недавно вышло в издательстве «Просвещение». Это эссе, это пособие, помимо того, что оно имеет бумажную часть, где 50 заданий с готовыми текстами эссе, разных заданий, и кроме того еще 20 экзаменационных заданий, всего 70, есть электронный тренажер. Это уникальный продукт, аналогов которого пока нет. Издательство «Просвещение» здесь выступило пионером в разработке вот таких заданий. Перед вами интерфейс тренажера. Я сейчас вам коротко расскажу о нем. Вот здесь будет писаться эссе в соответствии со структурой интро. Сначала «Хедлайн». Я предупреждаю детей, что на экзамене писать заголовок не нужно, поскольку он уже есть в теме. Но здесь они пишут, потому что эссе без заголовка в жизни – это все равно, что всадник без головы. Далее. «Интродакшн». И далее первый абзац, который называется «Пропозишн». Это то, что предлагает ученик. Вот здесь вписываются аргументы через клавишу «Энтер». Один аргумент, коротко «Энтер». Второй аргумент «Энтер». Ну и так далее. А вот здесь к этим аргументам вписываются ключевые слова через запятую. Затем аргументы ко второму абзацу, к третьему абзацу и аргументы к четвертому абзацу. И ключевые слова к этим аргументам вот здесь. Перед каждым абзацем сначала пишется «Topical Sentence». И вся вот эта колонка напоминает учащимся по структуре эссе. Внизу есть кнопки для автоматической проверки эссе в течение нескольких секунд. Нажимаем кнопку «Структура». Проверяется количество абзацев и соответствие аргументов аргументам в тексте. Если какой-то аргумент пропущен или написан некорректно, он окрашивается красным цветом. Если все правильно, все аргументы в тексте эссе окрашиваются зеленым цветом. Конечно, видно сразу при нажатии кнопка «Структура» количество абзацев. Их не нужно считать. Нажимаем кнопку на количество слов и видим количество слов с заголовком и без заголовка. Нажимаем кнопку орфографии и грамматика и машина за несколько секунд окрашивает красным цветом все орфографические и грамматические ошибки. события если слово окрашено красным цветом, но написано правильно, обратите внимание, оно должно быть написано по нормам британской орфографии, и если оно написано по нормам британской орфографии правильно, но окрашено красным цветом, нужно это предложение переписать, в нем грамматическая Нажимаем на кнопку «Содержание» и если ключевые слова, которые запланированы для эссе, пропущены в тексте, они окрашиваются красным цветом. Или если они использованы некорректно, не так, как написаны, они окрашиваются красным цветом. Связанность – это средства логической связи. Если какие-то средства логической связи повторяются в тексте дважды, а машина в своей памяти держит их несколько сотен, они окрашиваются красным цветом, и мы предлагаем школьнику разнообразить средства логической связи, а поможет ему в этом кнопка «Подсказка», где многие полезные средства логической связи представлены. При помощи вот этой правой части можно оценить эссе по критериям ЕГЭ и автоматически получить итоговый балл. Вот так мы видим структуру эссе, мы видим количество абзацев и видим, что один из аргументов красным цветом окрасился, он использован некорректно. Вот так мы проверяем аргументы. Один из аргументов использован некорректно, он красный. Остальные аргументы выделены зеленым цветом, можно быстро пробежать их глазами. И значит, они использованы корректно. Я иногда даю так. Я даю детям аргументы, и они дома в тренажерах пишут эссе по аргументам, данным мною. И я сразу вижу, правильно или неправильно, полностью или не полностью, они использовали мое задание. Мне для этого не нужно читать все эссе, вдумываться и запоминать текст. Машина все сделает моментально. Количество слов без заголовка, количество слов с заголовком. Нажимаем ОК, переходим к следующей кнопке. Орфография и грамматика. Мы видим здесь несколько орфографических ошибок. В том числе и грамматических, например, после will идет третья форма глагола в единственном числе, что недопустимо. И машина заметила ошибку. Хочу предупредить, что современная технология пока не позволяет полностью проверить грамматику. Орфографию – да. 100% проверка орфографии. Грамматика проверяется частично, поэтому мы еще читаем с детьми текст их эссе вслух. Устная часть. Мы все приветствуем то, что у нас появилась устная часть единого государственного экзамена. Потому что это выполнение требований федерального гособразовательного стандарта к достижению предметных результатов в области говорения. Для того, чтобы описать изображения, нужно прежде всего, об этом почему-то забываю, знать слова. Нужно назвать детали изображения так, как они называются по-английски. Можно пользоваться компенсаторными стратегиями. Конечно, можно, но если будут одни компенсаторные стратегии, и ни одно слово не будет названо так, как оно называется. Например, подвесной мост. Но если не знают подвесной мост, пусть назовут просто мост. Но если это лодка, и там есть весло, то как назвать весло, какое весло, какие компенсаторные стратегии используют? Нужно владеть локабуляром. Нужно владеть фоновыми знаниями. Чтобы не сказать, что я сделал эту фотографию во время путешествия с родителями куда-нибудь на Ямайку, когда там на фотографии арктические льды. Конечно, это, я понимаю, это случай маловероятный, но я просто проиллюстрировал то, что нужно детям владеть фоновыми знаниями, знать хотя бы о стране что-то. Если они говорят, что они с родителями куда-то ездили, где он сделал вот такую фотографию. Таким образом экзамен лучше выполнит свою задачу, а мы будем полнее реализовывать требования в ГОСТ о воспитании учащихся, о расширении кругозора. Нужно организовать высказывания, чтобы было введение к тому, что говорит ученик. Желательно оригинальное, а не одинаковое для всей нашей большой армии выпускников, когда вся нация говорит «This is my favorite picture from my family album» и считает, что это уже введение. Нужно описать картинку, описать ее композицию, нужно детализировать изображение, назвать детали, нужно пояснять, комментировать, сопоставлять. И как написано в методических рекомендациях федеральной комиссии, нужно еще и выражать отношение к тому, что мы описываем, что нам это нравится и почему нам это нравится. И делать краткое итоговое умозаключение. Возьмем описание вот этой фотографии. Я начинаю с того, что формирую учащийся какой-то интерес к этому снимку, какую-то интригу и спрашиваю, где это было сделано. А сделана фотография была в Риме, во время такой погодной аномалии, когда выпал снег. И это позволяет нам немного поговорить об экологических проблемах. А потом уже перехожу к описанию этой картинки по требованиям единого государственного экзамена. А вот описание изображения в сравнении. Здесь ведь требуется и знание лексики, как назвать вот эти элементы шотландской национальной одежды, вот этот национальный шотландский музыкальный инструмент духовой, а вот эти трубы у наших музыкантов российской армии. То есть вот это все требуется знать. И подобного рода иллюстрации позволяют расширять кругозор учащихся. В звездном английском немало изображений, которые можно использовать, приспособить для подготовки к экзамену. Вот это одно из изображений. И пусть дети назовут телескоп так, как он называется по-английски телескоп. И пусть они знают, как сказать по-английски, вот это наблюдение за звездами, sky watch. И некоторые другие слова можно им дать для того, чтобы расширить их запас слов. И пусть каждый из них немножко по-другому расскажет об этой картинке, пользуясь экзаменационной схемой. А вот еще одна картинка, где потребуются фоновые знания, потому что это ведь не рыболовы, это браконьеры. А откуда мы знаем, что это браконьеры? А потому что вот здесь на поверхности воды плавает теперь уже неживая рыба. А что сделали браконьеры для того, чтобы убить эту рыбу? Ну, наверное, они взорвали какое-то устройство в воде, наверное, взорвали динамик. И мы выходим на проблему браконьерства, немного об этом говорим, а потом уже обсуждаем эту картинку, эту фотографию по формату НГЭ. Но такое описание становится более содержательным. Можно использовать изображение в звездном английском для сравнения картинок. И, конечно же, даем детям фоновую информацию, рассказываем о Тюдоровской эпохе, коротко. Это не занимает много времени. Коротко рассказываем о Тюдоровской эпохе и архитектуре. И также о современных небоскребах. Говорим о преимуществах, где лучше жить, где хуже. Здесь экологически лучшая ситуация. Здесь экологически хуже, зато здесь больше городских удобств для жизни. Ну и так далее. То есть мы таким образом готовим детей к экзамену. Формируем у наших учащихся тестовую компетенцию. Поскольку это, безусловно, стратегия успеха. Умение выполнять тестовые задания. До теста. Развитие коммуникативной компетенции. Освоение форматов тестовых заданий. Я люблю осваивать разные форматы. Больше всего, конечно, ЕГЭ. Поскольку это ближайший экзамен, который предстоит детям. Но они с удовольствием выполняют время от времени. И другие форматы. Особенно, если речь идет об учащихся продвинутых. И также мы осваиваем стратегии выполнения задания. Вот я вам уже привел стратегию выполнения задания. Написать эссе. Проблема. Topical sense. Написание абзаца. Введение в абзац. Где мы говорим, о чем будет этот абзац. Я согласен. Или моя идея. Или я защищаю мнение. Вводное предложение. Далее. Аргумент. Ключевое слово. Развертываем предложение. Связующее слово. Аргумент. Ключевое слово. Развертываем предложение. Следующее связующее слово. Еще новое предложение. Завершение абзаца. Переходим к следующему абзату. Это стратегия. Точно так же мы обучаем стратегии выполнения заданий. На слушание никогда нельзя искать в правильном ответе то слово, которое в тексте на слушание или чтение дается в той же форме, что и в ответе. В тексте встретилось слово, и в ответе встретилось слово. И дети ошибочно считают, что это слово указывает им правильный ответ. Чаще всего нет. Это ловушка. Нужно искать идею, а не слово. Во время теста обязательно исследование инструкции. Мы читаем инструкцию каждый раз, когда проводим тренировочную работу. Каждый раз. Инструкцию. Полное понимание задания. Каждого пункта. Есть и говорится в задании на описании картинки. «What is happening?», то это не то, что «What, who is in the picture?», это разные разделы ответа. А учащиеся нередко в этом разделе «Кто и что на картинке?» уже начинают говорить, что происходит. Нет. Это ошибочно с точки зрения нашего экзамена. Конечно же, расчет времени. И, кстати, в тренажере «Эссе» есть секундомер, который позволяет детям сориентироваться, сколько времени они тратят на «Эссе». Мои учащиеся вам скажут немедленно, что они тратят на «Эссе» некоторое количество времени. Была девочка, которая в 10-м классе начинала, у нее по тренажеру, по секундомеру уходило больше часа на написание «Эссе». Сейчас она справляется в 30-35 минут. Это хороший результат. И, конечно, тщательная самопроверка всех ответов, даже если вопрос показался легким. Обязательная самопроверка. После теста в тренировочной работе «Анализ ошибок» вывод об обоснованности полученных баллов. Учащиеся должны знать критерии, опубликованные официальные критерии, по которым их будут оцениваны. В тренажере «Эссе» с правой стороны эти критерии есть. Ну, остальные критерии есть в гемоверсиях. Мы обращаем внимание на самотестирование учащихся, и такого материала в «Звездном английском» достаточно много, потому что на экзамене не должно быть сюрпризов. Если дети знают, что они выполняют тренировочные задания, ну, допустим, на 85%, вот примерно так, они должны выполнить и единый государственный экзамен. Если ваше задание не легче и не труднее, чем то, что будет на экзамене. Вот это очень важно. Очень важно настроить тренировочные задания на уровень трудностей. Я предпочитаю делать тренировочные задания немного труднее. И предупреждаю детей, что это тренировка. Трудно учений, но легче в больнице. Несколько пособий, которые у нас появились в издательстве. Вот по начальной школе, если вас интересует, есть вот такой материал. У нас пока в начальной школе нет официальной аттестации. Там есть мониторинг. Ну, возможно, вас это заинтересует. Есть звездные новинки, подготовка к тестированию. Тестовый буклет. Есть тренировка вокабуляра к звездному английскому для 10 и 11 класса. Есть очень хорошее пособие. Exam practice. Practice exam papers for the Russian national exam. Авторы ныне покойная Вирджиния Эванс, Виктория Викторовна Копылова, а также Виля Аятского и Ольга Суханова. Хорошее пособие. Я сам с ним работал. Уровень хороший. В хороших пределах, нормальных пределах трудности заданий. Не слишком легкий, но и не завышенно сложный. Хороший уровень. Интересные тексты. Я с этим пособием работаю. И особенно в последние 5-6 месяцев перед экзаменом. Мне оно помогает. Полностью соответствует новому формату ВИГЭ. Курсной части пособия Андрея Валентиновича Мишина. Английский язык. Единый государственный экзамен. Курсная часть. Пособие уже опробировано в течение нескольких лет. Там несколько тестовых заданий. С разбором. возможных ошибок, достоинств и недостатков в ответе. Очень нравится мне пособие, с которым я работаю в основном с десятиклассниками. И здесь решение три единой задачи. Это все виды компетенции. И языковая, и тестовая, и стратегическая, и коммуникативная. Все виды компетенции. Тестовая, стратегическая, и коммуникативная. Здесь тоже первым автором Вирджиния Эванс. И также есть еще российские, есть еще Дженни и Дюли. И есть еще российские савторы. Очень хорошее пособие, хорошие тексты, много подготовительных упражнений. Интересные по методическому построению и по своему тематическому содержанию. Пособие для развития грамматической компетенции, о которых я уже вам говорил, это звездный английский для 10-11 класса, сборники грамматических упражнений. Здесь учащиеся могут повторить, начиная с 10-го класса в 11-м, также всю грамматику английского языка, закрепить имеющиеся знания и расширить представление. Вся грамматика представлена здесь, включая даже такой редкий раздел, как, например, пунктуация. Некоторые простые правила, но полезные правила английской пунктуации здесь нужны. И достаточно много здесь новых явлений английского языка, которые не всегда и не полностью описаны в некоторых других пособиях. Хочу также сказать о пособии английский язык единый государственный экзамен грамматика и лексика. В нем 90 тренировочных заданий. И обращаю внимание на приложение с кратким грамматическим и лексическим справочником. Если дети забыли о том, почему здесь используется вот такое слово, или почему вот такая словообразовательная модель, или почему вот такая грамматика, в конце книжки, а кроме того еще на бесплатном электронном приложении, можно найти очень быстро нужный ответ. Там вся грамматика английского языка представлена в кратких таблицах. Я вас также приглашаю почитать статью «Оценивание учащихся с помощью языкового тестирования вопроса и ответа» в журнале «Просвещение иностранной языки». Хочу также сказать о том, что каждый учитель может опубликовать результаты своего опыта работы, подготовки к экзамену и не только в этом журнале, и получить сертификат автора. Публикация, конечно же, бесплатная. Пожалуйста, описывайте свой опыт. Самое главное в работе учителя – это его опыт. Делитесь с ним в своих статьях в журнале «Просвещение иностранной языки», и вы будете авторами, сертифицированными авторами. И, кроме того, приглашаю вас в свою педагогическую гостиную, где вы найдете немало интересного материала. Теперь я посмотрю на вопросы, которые были заданы. Есть ли уже формат проведения экзамена для детей с ОВЗ? Нам нужно понять, чему и готовить. Такого формата, насколько я знаю, пока нет. Существуют адаптированные учебные программы. Единого формата для детей с ограниченными возможностями здоровья нет пока еще и по той причине, что видов ограниченных возможностей здоровья несколько. Я думаю, я могу себе представить, это было бы логично, что подобного рода форматы будут на первом этапе разрабатываться в регионах. Поэтому этот вопрос лучше всего задать в своем региональном управлении образования. Что касается вебинаров на эту тему, вы можете найти среди вебинаров в педагогической гостиной, там собраны все мои вебинары, там только мои вебинары, в педагогической гостиной есть вебинар по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Если вас интересуют другие вебинары издательства посвящения, их можно найти в работе, их можно найти на сайте издательства посвящения. Не могли бы вы осветить алгоритм работы с грамматическим материалом? У меня есть такой алгоритм. Я начинаю работу с грамматическим материалом, с повторения грамматики системного по грамматическому приложению к пособию грамматика и лексика. Вот к этому пособию, английский язык, единый государственный экзамен, грамматика и лексика. По этому приложению мы повторяем правила, мы смотрим примеры, и дети мне дают собственные примеры. Например, на словообразование. Там есть целая таблица, как одни части речи переходят в другие. Как глагол переходит в существительное, существительное, прилагательное и так далее. Хорошая таблица. Есть аналогичные таблицы в учебнике «Звездный английский», но в пособии грамматика и лексика и в «Звездном английском» я сделал разные таблицы. Они разные. С какого года планируют вести обязательный экзамен для детей с ОВЗ? У нас обязательный экзамен в основной школе в девятом классе будет с двадцатого года. Единый государственный экзамен обязательный с двадцать второго года. И тогда же встанет вопрос о той форме, в какой будут проходить государственную итоговую аттестацию и дети с ограниченными возможностями здоровья. Как я предполагаю, форму этого экзамена предложат в регионах. Когда планируется предъявление демонстрационных материалов для базового и профильного уровня экзамена? Я пока не знаю, когда будет предъявлена официально окончательная версия этих материалов. Такой информации пока у меня нет. Варианты демонстрационные базового и профильного уровня уже показывались. И они даже были в социальных сетях. Я не могу сказать, насколько они окончательные. Поэтому, если вы будете подписаны на новости, новостную рассылку издательства просвещения, вы будете в курсе всех дел. И, конечно же, следите за журналом просвещения иностранной языки. Там всегда публикуются новинки. Какие пособия к основному государственному экзамену вы можете порекомендовать? Таких пособий много. Я вам советую посмотреть каталог издательства просвещения. Так и введите в поисковике издательство просвещения. Каталог. Дальше ОГЭ. Вы найдете там очень много полезного. Какие электронные словари или пособия вы рекомендуете своим учащимся? Электронные словари мы берем британский. В основном это Cambridge English Dictionary Online. И они у меня в своих мобильных устройствах, смартфонах, в айфонах пользуются этими словарями. Меня устраивает эта работа, и она нравится учащимся. Вопросов, насколько я понял, больше нет. Я благодарю всех участников за внимание, за интерес к этой теме и приглашаю на свои вебинары. Я хочу также вас пригласить на интернет-семинар, который состоится в ближайшую пятницу в 15 часов по проблеме современного учебника, ученика и учителя, что меняется со всеми нами в эпоху информатизации и глобализации. Вы информацию об этом мероприятии найдете на моей странице в Facebook. Заходите на страницу, я вас с удовольствием увижу там, среди своих друзей. Буду использовать тоже материалы издательства «Просвещение». Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.